Это итоги недели в студии Дмитрия Вчаренко. Здравствуйте, а вот заголовки уходящих 7 дней. Минус 10%. Планы на год и высокие показатели. Беларусь – лидер среди стран СНГ в рейтинге достижения целей устойчивого развития. Благодаря чему? Районный центр социального обслуживания населения посетили особые гости. На протяжении всего года чувствуют, конечно, теплоту. Чем порадовали постояльцев учреждения? На пороге выбора. В городе прошла встреча по вопросам единого дня голосования. Важно развитие социально-экономического потенциала. Что обсудили в процессе диалога? Новогодние подарки. В Беларуси в первые часы 2024-го родилось 32 ребенка. Очень рады, конечно. Очень счастливы. Сколько малышей появилось на свет в Бобруйске? Удобство и комфорт. Бобруйский горесполком предлагает арендное жилье. Мы сюда приехали, получили ключи. Какие документы необходимы? Белый плен. В страну пришли крещенские морозы. Всегда радует, когда снег. Как горожане реагируют на зимнюю сказку? Преступный бизнес. Завышенная цена. И шаг вперед. Ученые из Сингапура создали нейросеть, которая с легкостью может взламывать другие. Александр Лукашенко провел первое совещание в 2024-м. Глава государства вынес на обсуждение основные направления работы по совершенствованию качества. Этот аспект будет поставлен на особый контроль, особенно в отношении белорусских товаров и услуг. Кроме того, пристального внимания удостоился план действий и событий на предстоящие 12 месяцев. Мы видим возрастающий спрос на ценности социального государства. И не только на постсоветском пространстве, по всему миру. Но об этом я говорил два года тому назад. Возвращение к этим ценностям вопрос качества жизни людей. В духовной сфере, экономического благополучия, в социальной справедливости. Все здесь взаимосвязано. Поэтому, когда мы говорим качество и что делать, чего-то тут ждем. Программа, естественно, она будет. Но ждать ничего не надо. Если кто-то не знает, с чего начать, начинайте с себя. Вовремя приходите на работу и делайте свое дело очень качественно. Тут каждый знает, как это делать. Помимо этого, президент ознакомился со специальной тематической выставкой. Руководители белорусских предприятий представили продукции, которая в советские годы была удостойна знака качества, а также товары, претендующие на государственный символ отличия в 2024-м. Спектр изделий широк. От пищевой отрасли до машиностроения. Благотворительная акция от всей души шагает по Беларуси второй год. На неделе она заглянула и в одно из учреждений Бобруйского района. Новый год, новые гости. Теплая домашняя атмосфера, гора подарков, важные слова поддержки и благодарности. Но самое главное – внимание. К торжеству присоединилась Юлия Вернер. 2017-й стал для центра знаковым. Именно в тот год учреждение переехало в бывшее здание деревенской школы. Просторные комнаты, зал для отдыха, столовая, библиотека, безбарьерная среда для комфорта и удобства проживающих. Пожилые люди ежедневно окутаны теплом и участием. Рядом с ними бок о бок трудится дружный штат из 20 человек. На сегодняшний день у нас проживает 46 одиноких и одинокопроживающих пожилых граждан. У нас организовано четырехразовое питание. Питание сбалансированное, согласно утвержденным нормам. Работают кружки. Кружки по интересам. То есть это вышивание, шитье. В рамках благотворительной акции «От всей души» учреждение навестил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. После небольшой экскурсии он поздравил постояльцев с праздниками и преподнёс полезный презент – прикроватные тумбы. Но самыми ценными подарками стали забота и внимание. Жители центра не остались в долгу. Ответный жест – сувениры «Хендмейд». Наша страна социально ориентированная, что ни один человек не должен остаться от малого до велика без внимания. В преддверии вот этих вот рождественских праздников уже вот такого рода встречи происходят. С одной стороны, это дань уважения. Мы отдаём должное тем людям, которые строили нашу страну, её создавали. С другой стороны, тоже они должны на протяжении всего года чувствовать, конечно, теплоту обслуживающего персонала, тех людей, которые с ними. Но и в преддверии праздника хочется всем получать подарки. Не обошёл стороной этот поистине праздничный день и Владимир Гацко. Депутат Палаты представителей национального собрания преподнёс в подарок картину, которая будет ежедневно радовать глаз постояльцев. За торжественной частью последовали уютные посиделки с песнями. Хочу отметить, что сегодня акции проходят в тёплой, душевной обстановке и важной, значимой, когда видишь улыбки на лицах, когда есть возможность сказать свои благодарности старшему поколению за их созидательный труд, за то, что они заложили платформу, чтобы мы могли сегодня трудиться, реализовывать свой талант на благо нашей прекрасной республики. Акция «От всей души» – прекрасный способ сделать жизнь пожилых людей чуточку счастливее и приятней. Напомнить, их труд и прожитые годы цены и важны. Но самое главное – нужно творить добро каждый день, без привязки к конкретным датам. Юлия Вернер, Станислав Чичерин. Итоги недели. Онлайн-процедуры, технологический прогресс и заботы о гражданах. Крупнейшие торговые сети республики продлили скидки на социально значимые товары, что входит в список. Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Закон о республиканском бюджете на 2024-й подписан. Приоритетное направление – повышение благосостояния населения за счёт увеличения зарплат и поддержка национальной экономики. К слову, с мета союзного государства также определена. Она выросла на 40%. Это позволит умножить количество различных программ и проектов. Беларусь – лидер среди стран СНГ в рейтинге достижения целей устойчивого развития. Воловой внутренний продукт и его показатель на душу населения по итогам прошедшего года выросли. Поставленный на 35-й год целевой ориентир уже достигнут. Крупнейшие торговые сети республики продлили скидки на социально значимые товары. Среди них – мука, хлеб, некоторые виды мяса, молочная продукция и овощи. Рассчитывать на льготы могут пенсионеры, инвалиды, а также многодетные и малообеспеченные семьи. Программа работает почти два года. Размер уже предоставленного дисконта превысил 45 миллионов рублей. В стране административные процедуры в сфере госрегистрации недвижимости стали доступны онлайн, на едином портале электронных услуг. Так значительно упрощен процесс подачи документов, а также получения соответствующего решения. Новым порядком могут воспользоваться физ- и юрлица, а также индивидуальные предприниматели. Белорусские ученые начали печатать котлеты на 3D-принтере. Технологию тестируют в Институте мясомолочной промышленности. Как отмечают исследователи, продукция изготовлена из натурального сырья. Для необычного производства используются свинина, говядина, птица и другие необходимые компоненты, без консервантов или искусственных добавок. Чудеса новогодней ночи. В Беларуси в первые часы 24-го родилось 32 ребенка, 21 девочка и 11 мальчиков. Счастливыми мамами в самый волшебный день стали и три бобручанки. На выписки побывала и наша съемочная группа. Этот Новый год Ревик Мелконян предвкушала с особым трепетом. Знала, вместе с чудесами волшебного праздника ее обнимут крохотные ручки долгожданного сына. Теперь 1 января двойное торжество. В 8 часов 55 минут на свет появился очаровательный мальчик Эдгар. Вес 3-4 ста, рост 51 сантиметр. Маленький подарок, от которого положительные эмоции обеспечены на всю жизнь. Наша семья – это уже второй малыш. Очень рада, конечно, очень счастлива. Желаю каждой маме испытать эти эмоции, каждой девушке. Отдельное спасибо хочется сказать медицинскому персоналу больницы за помощь и за профессионализм. Новую жизнь в первый день 2024-го подарили сразу три бобручанки. К ним в гости с искренними поздравлениями и полезными презентами заглянула Белая Русь. К слову, Елена Дюбанова впервые познала радость материнства с малюткой Алиной. Анастасия Печень вошла в год дракона в статусе многодетной мамы. Малыш Александр стал третьим ребёнком в семье. Первая девочка у меня тоже на праздник родилась 23 февраля. Мальчик второй 13 февраля. Ну а этот мальчик уже 01-го тоже праздничный. В каждом уголке синеокой уделяется особое внимание поддержке материнства. Создаются все условия для счастливого детства и комфортной жизни. Трёхлетний отпуск по уходу за ребёнком, адресная социальная помощь, выплата пособий – лишь малая часть приятных бонусов. Самое ценное – это, конечно, важный статус мамы. Волнительные эмоции. Очень переживала много. Но всё прошло хорошо. Поэтому теперь я уже спокойна. Удивление такое, можно сказать, потому что вообще даже никогда бы и не думала бы, что в 1 января рожу. Для Беларуси 2024 год качества начался с настоящих чудес. Всего в новогоднюю ночь на свет появилось 32 ребёнка, 21 девочка и 11 мальчиков. В первые часы 2023-го родилось 26 детей. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Просто о важном. В Бобруске обсудили ход предстоящей электоральной кампании. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Гацков встретился с коллективами Комитета судебных экспертиз и одного из финучреждений. Обсудили изменения избирательного законодательства. Каждый присутствующий получил развернутые ответы по всем вопросам. Наше общество замечательно и важно развитие социально-экономического потенциала нашего города, нашей страны. И если вопросы политической безопасности будут соблюдаться, если мы будем правильно и рационально проводить электоральные кампании, безусловно, если мы будем выбирать достойных представителей населения, которые, безусловно, будут работать на благо нашей города и нашей страны. Избирательная кампания этого года станет самой крупной за всю историю независимой Беларуси. Единый день голосования, напомним, пройдет 25 февраля. Жители страны изберут депутатов Палаты представителей Национального собрания, а также местных советов. Выдвижение кандидатов продлится до 15 января. Однушка, двушка, трешка. Арендное жилье с каждым годом набирает популярность. В Бобруйске выбор свободных помещений на любой вкус. Ленинские и Первомайские районы предлагают комфорт и простор. Многие уже оценили удобство новых домов. Чита Минкевич строит будущее и наслаждается комфортом в двухкомнатной квартире арендного пользования. О такой возможности узнали от знакомых. В августе написали заявление, в сентябре уже заселились в свое гнездышко. Спустя несколько лет семья стала больше. Малышам, Тимуру и Алисе, есть где разгуляться. В просторных комнатах хватает места и для активных игр, и для комфортного сна. Изначально, когда мы получили арендное жилье, мы сюда приехали, получили ключи. Нам показали полностью нашу квартиру. Тут были поклеены обои, очень хорошие обои. Мы очень довольны. Был положен пол. Также был сделан шкаф, который не надо было в свое покупать. В целом мы очень довольны. Цены на рынке на съемные квадратные метры кусаются. Не каждый может позволить, тем более, когда рождается ребенок. Стоимость аренды жилья у государства ниже. Сегодня стать жильцом новостроек может любой желающий. Первый пункт – подать заявление в службе «Одно окно» по адресу «Ленина-1». Подробный перечень свободных помещений в информационной папке или на сайте госполкома. Указывают конкретный адрес, то арендное жилье, которое они хотят получить. Решение принимается в течение месяца. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться по короткому номеру 142, справочное «Одно окно», а также городские телефоны 680061 и 680062. Наибольшим спросом пользуются дома на недавно открывшейся улице Народного единства. Внутри многоэтажек с комфортом располагаются двух- и трехкомнатные квартиры. В каждом помещении сделан современный ремонт. Поклеены обои, покрашены потолки, на полу линолеум. Плюс новая сантехника и электроплита. В перечне – однушки, двушки и трешки на любой кошелек. Заселиться можно и в жилье вторичного пользования. Здесь специалисты делают апгрейд после предыдущих владельцев. Меняют окна, двери, сантехнику, обои. Стоимость апартаментов от 50 рублей в месяц, в зависимости от благоустроенности и состояния. После согласования и подписания договора составляется акт приема-передачи жилого помещения, в котором указывается техническое и санитарное состояние жилого помещения, а также показания приборов учета холодного, горячего водоснабжения, электро- и газоснабжения. После подписания комиссионного акта приема-передачи гражданам передаются ключи от жилого помещения. Некоторым категориям граждан, в том числе военнослужащим, после 20 лет выслуги арендное жилье можно выкупить, а спустя еще пять и вовсе получить в собственность на безвозмездных условиях. Такой указ в минувшем году подписал глава государства. Кристина Риянс, Елизавета Иллипеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Январская вьюга. Еще пару дней назад столбик термометра показывал уверенный плюс. Все изменилось за день. В город нагрянули морозы, с собой они прихватили и снегопады. Ребятня в восторге. Взрослые, вооружившись инвентарем, вышли на улицы. Несмотря на бесконечные метели, коммунальные службы не теряют бдительности. От белого налета город ежедневно расчищают 23 единицы техники. Благодаря своевременной уборке общественный и частный транспорт может работать бесперебойно. Активно применяются и противогололедные материалы. Их заготовили с лихвой более 12 тонн. Ежедневно убирается дворовая территория, очищаются от снега, подходы к подъездам, пешеходные дорожки. Посыпаются песчаной соляной смесью. Хватает техники, хватает дворников, которые проводят эту работу. Автолюбителям стоит быть на чеку. Из-за обильных осадков видимость максимально затрудняется. Особую опасность представляют спуски и подъемы, а также продуваемые участки. Напоминание и для пешеходов. Переходить дорогу нужно только в установленных для этого местах. Не лишними будут и светоотражающие элементы на одежде. Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Выбирать наиболее безопасный скоростной режим. Обязательно пристегиваться всем в автомобиле. Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге при применении торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. За мнимой красотой белоснежного покрывала скрывается еще одна опасность – холод. Чтобы не допустить случаев обморожения, стоит соблюдать некоторые правила. Выбирать специальную обувь на плоской шипованной подошве. Обязательно носить шапки, шарфы и перчатки. Максимально утепляться. И не находиться на морозе продолжительное время. Прогнозируйте, сколько вы будете проводить на улице. Если будете долго, то желательно покушать хорошо, плотно, может быть, жирной какой-то пищей, попить чая и после этого выходить. Если вы на улице оказались и чувствуете, что вы подмерзаете, то лучше зайдите куда-нибудь в помещение. Это может быть магазин, кафе, где можно выпить горячего чая или кофе, согреться и потом выйти. Безопасность превыше всего. В холода стоит быть максимально осторожными не только на улице, но и дома. Особое внимание – тепло в жилых помещениях. Любителям обогревателей стоит соблюдать несколько правил. Не использовать кустарные девайсы. Кроме того, категорически запрещено сушить на них вещи и держать вблизи мебели и занавесок. Покидая дом, выключать устройство из розетки. Жителям частных домов, которые используют печное отопление, напомним основные правила, должен быть прибит притопочный лист, топить печь необходимо обязательно закрытыми дверцами, не использовать легко воспламеняющуюся жидкость. При этом минус за окном – не повод спрятаться дома. Сотни бобруйчан прогуливаются по городу и наслаждаются блестящими пейзажами. Если позаботиться о комфорте, то променад принесет удовольствие и положительные эмоции. Всегда радует, когда снег. Обычно слякоть она мешает, и ноги мокнут, и настроение плохое. А сейчас вот снег покрыл все, бело, красиво. Конечно, нравится. Чем оттепель, чем вода, грязь. А это же отличная погода. Всегда зимой крещенские морозы бывают и рождественские. Неожиданно низкий градус не смог застать врасплох. Бобруйск стабильно готов и к жаре, и к холоду. У природы нет плохой погоды. В такие дни остается лишь посильнее утеплиться, насладиться кристально-белыми пейзажами и готовиться к предстоящим праздникам. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Всемирная паутина, роскошная находка и нелегальная затея. Магазинные окражи в США превратились в бизнес. Какой ущерб? Далее громкие заголовки мировых новостей. Цены на проживание в отелях Парижа за семь месяцев до проведения Олимпийских игр выросли уже в три раза. Владельцы гостиниц пытаются извлечь максимум из ситуации. По прогнозам экспертов, рост продолжится и может достигнуть 500%. Чтобы ограничить денежные манипуляции, власти страны проведут проверку 10 тысяч гостиниц и ресторанов. Магазинные окражи в США превратились в бизнес. За год ущерб превысил 70 миллиардов долларов. В Штатах действуют организованные группировки профессиональных воров. Украденные товары они продают в интернете через посредников. Владельцам супермаркетов приходится самостоятельно заботиться о безопасности в торговых точках. Некоторые, например, выставляют на витрины не продукты, а их фотографии. Число интернет-пользователей в КНР превысило 1 миллиард человек. Среди них более 190 миллионов – дети и подростки. В Китае вступили в силу новые правила по защите подрастающего поколения в интернете. В общей сложности положение содержит 60 статей. Так, теперь поставщики виртуальных продуктов и услуг обязаны внедрить и улучшить механизмы раннего предупреждения, обнаружения и ответа на кибербуллинг. Ученые из Сингапура создали нейросеть, которая с легкостью может взламывать другие. Одним из способов обхода защиты искусственного интеллекта стало поручение отвечать как человек, лишенный принципов и моральных ориентиров. Исследователи считают, что их разработка поможет другим устранять уязвимости и слабые места в системе безопасности. Археологи под Римом отыскали роскошный банкетный зал. Это часть более крупного особняка, раскопки которого идут с 2018-го. Возраст помещения насчитывает около 2300 лет. Также там нашли неповрежденную настенную мозаику длиной почти 5 метров, из перламутра, ракушек, кораллов, осколков драгоценного стекла и кусочков мрамора. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобрус-360 и я, Дмитрий Вчаренко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин